Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девятого дела и смиренным упованием на всемогущий промысел Мы молитвенно призываем на святую Русь и доблестные войска наши Божье благословение Господа офицеры, я полагаю, что военные действия начнутся в ближайшее время Позвольте, назначен к нам. Переведен. С удачным началом. Да я вообще без удачных. Дай Бог. Разочлёшь. Скажите. Не знаю, что нужно делать. Ну что делать. Лично я поеду с женой прощаться. Увидимся ли ещё. Долги раздам. Набежало что-то. Скажете ещё. Здесь смерть на носу, а вы долги. Ну да. Как говорится, каждому лучше знать. Зачем перед пулей стоять? Сапог жила. Поручик Григорьев, откомандирован ваш полк. Господин подполковник, разрешите оформить прибытие двумя сутками позже. У меня невеста. Хочу обвенчаться. Поручик Григорьев, откомандированных футболин. Поручик Григорьев, откомандированных футболин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коммерции советник Стаховский Павел Сергеевич. Стаховский. Иван! 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 Да тут я, ваше благородие. Сегодня к шести, чтоб вицмундир сверкал. И перчатки, чтоб новые. Да где же я их вам визьму на вы? Купи. Купи, купи. Гроши майже усе скончились, а жалования ваши щекали. Хиба ж без кофе цельный тиждень. Значит, без кофе. Иди купи. Иди, иди. Купи, купи. Купи. Держать дистанцию. Спины ровней. Давай. Буховое плечо вперёд. Парш. Шашки брал. Чекали бон. Дистанцию. Держать. Угу. Так. Угу. Волынка. Ну, я. Дан. Ваше благородие, господин поручик, его благородие Ротмистер Берг просит вас срочно явиться в казарму. В чем дело? Я не могу. Зачем я нужен? Осмелюсь доложить, в казарме драка. Ну, и черт с ней. Он дежурит, пускай разбирается. Ты видишь, я опаздываю. Все, меня нет уже. Его благородие сказали, лучше вы сами. Если он вмешается, придется рапорт писать. Гузят, то ваши уланы. Черт. А ну, будешь брать, говорю! А ну, прекратить! Мерз завцы. Виноват. За что он тебе, Каракос? Да ничего, ничего, ваше благородие. Сам виноватый. В чем виноват? За что ты его? Пусть карамель мою вернет агару. И маманя посылку прислал, он стибрил. И сколько он у тебя взял конфет? Одну. Черт. Свинья. Я приглашен. Вас ждут. Пройдите со мной. господин Павлович. Пожалуйте, господин, за мной. Поручик Григорьев. Прошу прощения, господа, задержали по службе? Да, это вы нас должны изменить, за то, что не дождавшись, сели за стол. Но служба превыше всего. Позвольте представиться, Стаховский Павел Сергеевич, очень рад. Григорьев Александр Николаевич, благодарю за приглашение. Поверьте, тоже очень рад. Позже я познакомлю вас со всеми. А сейчас позвольте представить хозяйку этого дома, мою дорогую дочь. Павел Сергеевич, Павел Иппавловна. Тебя зовут меня просто Лера. Очень приятно, очень рад. Хорошо. Благодарим. А я Нина. Жаль, что вам не достались в закуски, мне нужно опаздывать, господин Поручик. А мы с вами уже встречались. Правда? Ах, да, в этом ужасном трактире. Вы тогда еще своими жаркими взорами чуть не прожгли мое платье. Так вы запомнили. Мне казалось, что вы можете пройти мимо и не заметить. Ну, а как, по-вашему, должна вести себя девушка на людях? Знаете, если бы я не увидел вас тогда, я бы окончательно поверил, что мир состоит только из моих улонов и моего покрова начальства. Мне все так печально, господин Поручик. Вы ведь бываете в уезде, а там, говорят, хватает увеселительных заведений для скучающих молодых офицеров. Бываете? Ведь так? Нравится вам вино, господин Поручик? Это двадцатилетний такой. Вино превосходно. Я здесь и думать забыл о таком. А у дяди в доме все великолепно. У вас действительно сказочный дом. Извините. Мадемуазель, позвольте вас пригласить. Позвольте же. О, господи. Нет. Нет. Простите. Мина, послушайте, я не знаю, что произошло. Я только что пригласил мадемуазелью Стаховскую, а она… Что? Вы пригласили ее танцевать? Подождите, да объясните мне все. Неужели ты не знаете? А что я должен знать? Я первый раз в вашем доме. Господи, я вам никто не сказал. Я хороша. Она ведь неподвижна и парализована. Ни шагу не может ступить сама. Я клянусь, я не знал. Я же видел ее. Я только за столом. Вы, пожалуйста, объясните ей все. Хорошо, хорошо. Потом. Сабля, перчатки и фуражка. Слушаюсь, господин поручик. Иван. Шо? Нарешті прокинулась? Кофею? Так нет же, ты сам говорил. Та є. Не сумлівайтесь. Та, мабуть, не гірше, як у тих господ. Где взял? Де взяв, де взяв. Купив. А деньги откуда? Долг. Редпрапорщика одержав. О! Так ты получил с нему долг? Ага. Значит, у нас есть деньги. Зажди. На что вам уси? Не твоё дело. Из светочного магазина Парижа для манмуазель Стаховска. От поручика Григория Александра Николаевича. Моё почтение. Моё почтение. Парижа того Вам листно? От кого? Який Стаховский. Мабуть, учорушние господа. Иди, купи себе водки. Зного купи-купи. А гроши? Вы вчера купили квиты на все. Хватит бурчать. Надоел уже. На, вот. Последнее, что осталось. Держи. Все, иди. Вот все, дякую. Держи. 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 Кофе. Я кофе очень люблю. Тоже пью его в это время. Ну хорошо. Я распоряжусь. Не беспокойтесь, она придет. Сядьте же наконец. Я должна извиниться перед вами. Вы извиниться? За что? Сядьте, пожалуйста. За вчерашний вечер. Я вела себя глупо этого больше не повториться. Но вы так неожиданно подошли. Я вообще-то привыкла к своей болезни. И потом, ведь вы угадали мое желание. Нет, правда. В этот момент мне больше всего на свете хотелось танцевать. Спасибо за розу. Тут вы опять угадали. Я обожаю красный цвет. И вообще, если б не мое несчастье, я бы, наверное, была бы балериной. А хотите, хотите, открою вам один секрет? Я собираю одну коллекцию. Фото великих балерин. Прошу вас о том, что я вам сказала ни слова при них. Мне кажется, я прощен. По-моему, да. Вообще-то, господин поручик, у меня есть жених. Да? Ну и что? Жених есть у всех хорошеньких девушек. О чем вы шепчетесь? Кстати, ты многое не знаешь о поручике? Он мастер нашептывать комплименты и знаменитый шахматист. Играет в шахматы самим аптекарем. Ну, комплименты — это для тебя, а вот шахматы — это интересно. Я так давно не встречала хорошего игрока. Да, к сожалению, вы правы. Офицеры предпочитают шахматом винт. А водку, чай и кофе. Верно? Да-да. Вам шах. Боюсь, вы проиграли. Нет, так не пойдет. Вы специально меня отвлекли. Хотите реванш? Да. Я предлагаю вам матч из двенадцати партий. Вот тогда мы и сможем понять, кто из нас сильней. Я вызываю вас на бой. Я с женщинами не воюю. А вы забудьте, что я женщина. Для вас я обычный шахматист. Ну, скажем, как ваш аптекарь. Идет? Двенадцать партий — слишком тяжелый матч. Ну, я же не предлагаю играть все одновременно. Мы будем играть по партии в вечер. Я же дома всегда. А если вы заскучаете по аптекарю, то мы опрыскаем комнату успокоительными каплями. Валерияновья, не так ли, Валерия? А чтобы не сбиться со счета, вот тут у меня набор шаров. Белый мой выигрыш, темный ваш. Согласен? Согласен. Ну, тогда один ноль. Завтра продолжим? Нет, нет, прошу вас сидеть. Что тебе, папа? Пусть подождут. Или нет, пусть убираются. Ну, дочь. Да мне тоже пора. Я засиделся у вас. Ничего не поделаешь. Ты никуда не скроешься от этих постылых напоминаний о моей болезни. Ну, что ж, до завтра. Да, господин поручик? Не надо, я сама. Но, Лера. Я так хочу. Валерий. Ничего не справа. Подождите. Давайте погнали. Пожалуйста, господин поручик, не обижайтесь на мою девочку. Если бы вы знали, какая она была. Сейчас она иногда резка, но можно ли сдерживаться бесконечно? За что Господь Бог так безжалостный и несправедлив? Ведь она никогда никому ничего не сделала плохого. Никогда! Никому! Если бы вы знали, как она сегодня обрадовалась вашим цветам. Так что, пожалуйста, не судите ее строго. Умоляю. Умоляю. Субтитры создавал DimaTorzok Стой! Рысью, марш! Рысью, марш! Знаете, мне сегодня приснилось, что я танцую. Я во сне никогда не помню, что я больна. И вообще, я всех людей помню только в движении. Вот, например, маму. Все говорят, что помнят лица своих матерей, а я нет. Только движение. Как она идет в своем узком платье, быстро-быстро вот здесь. А вы? Я, я матушку плохо помню. Меня рано отдали в кадетский корпус, а потом она умерла. Вы с детства в военном хотели быть? Да нет. Просто, когда в семье небольшого чиновника за столом сидят четверо сыновей и три дочки, их не особенно спрашивают о призвании. Пристраивают поскорее на казенный счет. Вот и все. Но вы ведь не жалеете? Да нет. Да я ведь не знаю другой жизни. Я и своих двадцати пяти лет восемнадцать провел в казарме. Например, здесь у вас, боюсь сказать не то слово, не так повернуться. А там, среди своих, я точно знаю, что хорошо, а что плохо. Как вы правильно говорите о жизни. А я все ропщу. Все хочется большего. Ведь за последнее время у меня стало намного лучше. А три года до этого я вообще плашмя лежала на спине, представляете? А мне все мало. Хочется совсем выздороветь. А у вас много друзей? Товарищ. Ну, только это все не та дружба, которую вы себе представляете. Значит, вам тоже здесь одиноко? По правде говоря, да. Я хотела предложить вам. Мы могли бы стать друзьями. В этом городе так тоскливо, так одиноко, а мне так интересно вас слушать. Я подумала, может быть, и я была бы вам… Ну, я редко выхожу, но зато я много читаю и думаю, может быть, и вам было бы интересно дружить со мной. Конечно. Что? Подождите. Я знаю, дружба между мужчиной и женщиной не особенно ладится, и это понятно. Но моя болезнь лишает меня интересов к некоторым сторонам жизни. Поэтому мы могли бы стать настоящими друзьями. Вы не будете думать, что я женщина, а вы мужчина. Тогда мы могли бы говорить обо всем на свете, как настоящие товарищи. Да-да. Тогда, тогда расскажите мне о себе. Я хочу побольше знать о вас. Расскажите… Расскажите о той, кого вы любите. А ведь настоящему товарищу вы бы рассказали об этом. Но тут, к сожалению, мне о вас разрешить нечем. Как? А Нина? Вы разве не влюбились в нее? Ваша кузина очаровательная девушка, в нее трудно не влюбиться. Вот и вы влюбились. А сами говорите, что… Нет, подождите. Я сказал только то, о чем думаю. Почему ты обязательно должен относиться ко мне? Тем более, что у Нины есть жених, а она его любит. Я знаю. Как? А когда это вы успели поговорить о таких вещах? Впрочем, ладно, ясно, что успели. Ну, тогда скажите мне честно. Вы бы приходили к нам, если бы Нина вдруг уехала к своему жениху? Конечно. У меня же в этом доме есть друг. Разве не знаете? Знаю, знаю. И он всегда ждет вас за шахматной доской. Да? Нина, составь ненадолго компанию к господину Поручику, пока я приму процедуры. Сергей! И так, господин Поручик, чем мы с вами займемся? В шахматы я играть не умею. Да вам это и не нужно. Я ведь вам уже сказала, что у меня есть жених, и это все вполне серьезно. И поэтому, как только будет выполнено одно условие, мы с ним поженимся. А вам я предлагаю дружбу. Дружбу? Мне уже только что предложили. Ну что ж, значит в этом доме у вас будет подруга. Чем плохо? Неплохо. Прекратите сейчас. Не подходите, вы погубитесь. А что это за условие, о котором вы говорили? Ну что, как вы проводите время? Поручику со мной совсем не интересно. Мы говорили про завтрашний день. Странно. А всего лишь полчаса назад Александр Николаевич называл тебя очаровательней. Верно я говорю, господин Поручик? Да, это правда. Вот видишь? Ну да ладно. Значит вы принимаете наше приглашение? И так, завтра в пять у нас обедает какой-то важный военный чин из Петербурга. Папа считает, что это знакомство будет для вас очень полезным. Ну, надеюсь, я увижу также и вас, и мадемуазель Нину. Не беспокойтесь, мы не отдадим вас на съедение. Мы будем защищать вас. А теперь прошу меня простить хозяйство. Этот приезжий из Петербурга очень влиятельный человек в военном ведомстве. Фамилия его… У меня есть карточка. Ну что вы стоите? Вы не готовитесь мне помочь? Да. Спасибо. Сжалились наконец над бедной калекой. Ну зачем вы так, Лера? Простите. Простите меня. Это дурно и несправедливо. Со мной бывает иногда. Но вы ведь придете завтра? Придете? Конечно приду. Честное слово. Честное слово. Музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Немного виноградных трильяжей, кое-где кипарисы и мирт, да заборы из колючих кактусов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА